кто-то перед вами остановится вот сейчас допустим видите надо вот этот остановился тип а этот этот тут нет никого и если вы допустим в надежде на то что кто-то становится по-любому то этого не будет вас собьют и все бабки не ходи так что друзья дорогие знаете понимаете вот такой маленький лайфхак вам рассказал который вроде как и не лайфхак совсем вы поняли нужно быть очень аккуратно сейчас мы находимся с вами в парке молодоженов так надо мне видите здесь есть здесь ни разу еще не было кстати такие кольца лавочки и ставьте чё пришел присесть наушник накинуть наушник хочу в одно ухо чтобы мне навигационная программа подсказывала куда мне конкретно идти не не было такого на все услышание грубо говоря что вы все понимали что я здесь залетный тип проще особо не показывать свои залетные характеристики так пауза друзья нажимаю скоро продолжу так ну чё друзья наушники я подключил теперь мне непосредственно программа навигационная будет говорить в ухо никто это не будет слушать в ухо как по-украински будет ухо в ухо так вот в ухо мне будет программа говорить еще включил на трекере на gps трекере трекер крекер включил навигационный маршрут волкинг типа прогуливаемся и он потом покажет где мы прогуливались попутно посчитав все наши калории ведь его дворец молодоженов типа туда-сюда и сейчас развернуть не разворачиваются написано видите в зеркальном отображении счастье молодоженом друзья и мы с вами идем дальше нам идти довольно долго я был не прав не 26 километра 36 ну разница большая вчера я прошел если верить навигационной программе 15 километров 15 километров а теперь мне в наушник говорит программа куда кучу поворачивает соответственно мы не привлекаем вообще никакого лишнего взгляда ничего вообще не происходит все четко и конкретно говорит идите прямо чем настроим вот так вот не вроде так но горизонт выровняли чуть-чуть видите чтобы ровная картинка была на самом деле камера кое-как боком там стоит в кармане но ничего не хватает наушников с музыкой есть только наушник с картой если будет музыка то вообще желание общаться не будет тогда ну вот так именно общаться но он с топом что-то рассказывать я потому что рассказал как опасно в беларуси переходить дороги как меня вчера было чуть не сбили это было это было стрёмно это было такой себе момент и сейчас на не очень кайфовый в основном пока еще в предыдущем видео можете посмотреть я гулял нашел на улице прогуливающегося скинхеда и у прогуливающегося скинхеда на голове лысый сбоку была свастика набита и весь такой познаете черным забит татухами черными опасный человек факту так что не ровен час если здесь таких много будет людей то может быть прибежит кое-кто освобождать кого-нибудь я надеюсь этого не будет я надеюсь этого не будет ведь мы идем с вами рядом идет оживленная конкретная магистраль машинке живет конечно гора еще еще видите здесь постоянно у всех на дорогах постоянно дорогах у всех более менее нормальные тачки вот наша прогулка вы можете увидеть насколько эти тачки людей хороши или плохи редко 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 можно встретить какую-нибудь ржавую машину очень редко в основном во всех очень даже серьезные колеса под жопой вот мне нужно на правах карта говорить а это означает мы с вами пойдем сегодня опять очень интересным довольно таки видите горит появится на дело но я уже не успею уже мигают уже смысла никакого нет там дальше есть переход дальше нет перехода красный горит а эти идут как будто они у себя правила написали дорожные как бы суетиться да вообще по идее если бы сейчас сбили видели вот на войне на ваших глазах если бы сейчас сбили вообще бы ничего бы не было водителю я думаю машин было не получается правило не нарушают потом вашему вниманию вы видите сейчас какие есть довольно разнообразные транспортные средства автотранспортные средства друзья вашего внимания представлено их огромное количество разные хорошие все видите русских машин как таковых здесь нет высоко мы сейчас посчитаем вот видите ржавые едет ауди ауди серединка одна единственная русские давайте посчитаем машины русских машин это не видать вот так что в форма переходить родила кадр такой все видите никаких тебя русских тачек все но дополни стоит русская . одна единственная это это даже не русская я не понимаю сейчас Друзья, сегодня можете квест такой сделать. Давайте насчитаем за время нашей прогулки хотя бы 10 русских машин. Ну, не за время прогулки, а за час. Ну, и за час, но вы поняли. За какое-то время, промежуток какого-то времени. Попробуем насчитать здесь где-нибудь хотя бы 10 русских машин. Смотрим по сторонам. И ничего не видим. Даже мини-купер есть. И в Минске я увидел очень много Tesla машин. Очень много белых, красных, всяких хэтчбеки, всякие моменты. Русских машин здесь редко встретишь. Попихнулся с льной, извиняюсь. Жвачку кушаю, жвачку. Жвачки люблю очень сильно. Кушаю, постоянно жвачат много. Ну, знаете, вместо сладостей вчера сожрал конфеты столичные с синькой. Коммунарка столичная. Мои самые любимые конфеты. Последний раз я их ел 23 февраля. Это мне подарили на работе, когда я еще работал. Вот, я не работаю, получается, с 25 февраля. А сегодня уже у нас 12 апреля. Довольно долго я не работаю, друзья. Буду честен. Скучаю по работе. Да нет. Вообще ни капли. Прижмет. Конечно, пойду. Но пока не хочу. Пока вообще не по кайфу, мне, если честно. Нет такого желания. Ну, я в своей жизни не знаю, сколько работал. Что вы и близко так многие не работали, друзья, как я работал. А кто-то работал так, что я не ощущал даже. Знаете, у каждого свои воспоминания. На улице довольно тепло. Может быть, даже я и зря накинул зимний куртец. Ну, посмотрим. Видите, вот тут гостиница есть по правую сторону. Нам подойти буду в винокурни Любанских, Лобанских. И можно потом обратно идти. Впереди, я знаю, Гиппа есть. Магазин. Вообще непримечательный. Но хорошо только то, что там есть банкомат. Банкомат приятный, в этот момент. Вот. Вчера я прошел, конечно, очень много. Большое расстояние. Огромные. Венсы. Не такие уж удобные кеды для прогулок. Ну, может, знаете, в чем момент? Может, в том, что они новые. Смотрите, тут собачки есть. И очень много собак, я замечаю. Разные породистых, красивых. И еще замечаю. Довольно много я уже встретил собак. Как в фильме Хатика. Кто смотрел фильм Хатика? Знаете, такая порода есть. Атика называется. Вот о фильме так говорили. А там я не знаю, как он называется. И вот там есть такой момент. Он очень верный пес. Конкретный друг. Этот Атика. Вот такие дела. Погода такая напоминает больше осень, чем лето, весну, осень. Так, видите, все серое. Серое такое. Еще нету листьев. Но уже почки подраскрываются. Немножко. Вот впереди Гиппо. Тут и переход, но, видите, лучше никуда не спеши. Ну, как они затрахали эти машинисты, честно сказать. Машинисты ненавидят пешеходов. Пешеходы ненавидят машинистов. Такая, видите, цепь пищевая. Но я заметил, что если человек купил себе машину, значит, он думает, что он выжит этой цепи выше. А я думаю, что я выше. Потому что, во-первых, я могу себе позволить любую секунду такси в любую точку. Вот. И мне не нужно думать о том, что моя машина... Вот я приехал, допустим, в какой-нибудь город. Поставил машину, да? Постоянно нужно думать, что ж моя машинка? Моя машиночка. Как ты там без меня? У меня такого нет. Просто хожу, гуляю, кайфую. Может, капюшон снять? Так жарко в капюшоне. Просто капец. О! Жарко в этой куртке. Но позже пойдет на пользу. Подсаживаться лишнее конфеты. Вон, ведь сколько тачек. Жесть. Идите прямо, мне говорит. Карта. Вон гиппо, видите? Я про него рассказывал вам. Гиппо. Прогуливаемся, друзья. Погода, видите, какое небо. Будем надеяться. Вообще по всем навигационным картам и по гуглу пишет, что дождь будет сегодня. Но в это не хотелось бы верить, что дождь будет. Хотелось бы без дождя. Говорит, перейдите дорогу. Соответственно, вот этот квест. Квест, где нет светофоров. Но нужно постоянно смотреть по сторонам. Постоянно. Потому что мало ли чего. Вот тут тоже, видите, тачки ждут. О, поехал тип. Вот такой тип обычный. Может тебя и сбить. Потому что он не особо это смотрел. За другими машинами меня, может быть, не особо и видно. И вот он мог тебя сбить на 3-4. Вон полицейский идет, тыкает. Видите? Вот он, милиционер. Идет, втыкает в телефон. Ну, я тоже в телефон втыкаю. Мы с ним как братья. Братья по интересам. Налево. Так. Где тут нам? Налево. 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 Нет? Налево. Налево. Я ничего там не стал наговаривать, пока шел рядом с политмилиционером. Нахер надо. Побыли немножко сами в тишине, друзья. Постоянно поверни налево, поверни направо. Тут-то и постоянно. Мог бы говорить, типа, иди туда, потом поверни. А сейчас мне туда направо. Улица Ванеева, друзья. Это мне в карте говорит. Я здесь ни разу не ходил. Улица Ванеева. Я ездить ездил, было дело. Проезжал. Там впереди будет огромное количество всяких новостроек. Просто жесткое. И я там из окна записывал только. Думал, выйти или нет. Я думал, когда тут катался, я ездил на старую вононапорную башню. И вот когда на этой вононапорной башне был, то подумывал, блин, а что? Выйти или нет? Я там подумал, нафиг надо, типа, тратить бабки еще на билет на этот. В итоге не вышел. Только из окна посмотрел. Но сегодня, если у нас погода сильно не обломает, мы с вами посмотрим не только на... однако.